Вопросы комфортного проживания ульянца в широком смысле стали ключевыми на заседании штаба по комплексному развитию региона. Священие в Рио губернатора Алексея Русских началось с чудовищного случая, произошедшего 20 апреля. На улице генерала Мельникова сбили 11-летнюю школьницу. Эта трагедия лично для меня вскрыла целый комплекс системных проблем, связанных с безопасностью на дорогах. К сожалению, этот случай не единичный. Людей на пешеходных переходах сбивает постоянно. Глава области сообщил, что держит ситуацию на личном контроле. Ульяновские дорожники занимаются ремонтом дорог. Из 20 асфальтобетонных заводов запущено уже 7. До 30 апреля завершится гарантийный осмотр от ремонтированных в прошлом году дорог. А до 1 июля подрядчики должны устранить все проблемы. Алексей Русских остановился на еще одном ЧП. В воскресенье 9-летнего мальчика упало дерево. Ребенок получил тяжелые травмы. Хочу обратить внимание глав муниципальных образований Сергея Сергеевича Вашим, главы Демитровгада. Срочно проведите ревизию всех деревьев, которые находятся в населенных пунктах. Все аварийные деревья в Рио губернатора поручил в кратчайшие сроки устранить. Одновременно ведутся работы по озеленению. В этом году в областном центре планируется высадить тысячу саженцев, деревьев и 3000 кустарников. Особое внимание уделяется подустройству новых микрорайонов, например, юго-западных. А 1 мая в области откроется парковый сезон и сезон фонтанов. Все парки у нас будут открываться в единое время, в 12 часов дня. Будут обустроены фотозоны, запланированы работы аниматоров и ростовых кукол, будет звучать фоновая музыка. Все мероприятия будут проведены в ограниченном формате, без создания массового скопления людей. Скопление людей не допускается, потому что пандемия коронавируса еще не окончена. По борьбе с эпидемией и к системе здравоохранения в целом у главы области накопилось много вопросов. Регион показывает высокие темпы заболеваемости. А вот вакцинацию прошли всего 5% ульяновцев. Кроме того, тестов на определение коронавируса в регионе хватит только на две недели. Руководитель региона освободил от занимаемой должности исполняющий обязанности первого вице-премьера Екатерину Улб, курирующую социальный блок. Екатерина Владимировна, я думаю, что не думаю, я освобождаю вас от обязанностей, замечаемой должности, так, к адам подготовить соответствующие документы. Ну и так на будущее в уверенных вам министерствах вы повнимательнее следите за теми задачами, которые нам ставит и президент, и правительство. Руководство Министерства здравоохранения главой области объявлены устные выговоры. Министерство и ведомство соцблока курирует непосредственно будет ИО-председатель правительства Александр Смекалин. Еще один острый вопрос связан с лесными пожарами. В регионе продолжает действовать запрет на разведение огня на природе. Причем совершенно неважно для каких целей. Сжигание порубочных остатков, мусора или сухой травы. Также под запретом находятся мангалы на пикниках. В преддверии майских праздников главам муниципалитетов поручено провести дополнительную пропаганду. За прошедшую неделю их количество по сравнению с первыми днями прохождения пожароопасного сезона значительно сократилось. Этому способствовала проводимая противопожарная пропаганда, оперативность реагирования слуб МЧС и муниципальных образований на все возникшие ландшафтные пожары. Глава области поручил Министерству природы держать ситуацию с пожарами под особым контролем. В том числе Алексей Русских поставил вопрос о необходимости ужесточения штрафных санкций за пал сухой травы. Егор Дистов, Даниил Сурков, Управда ТВ.